Добрый день! С вами снова я, Татьяна, и Липецкий филиал компании ЛБР. Сегодня мы с вами в гостях у Черных Сергея Владимировича. В прошлом году мы уже были у него в гостях, когда Сергей Владимирович получил грант по программе Startup. А видео, данные по этому гранту вы можете посмотреть на нашем канале. А сейчас мы сюда приехали для того, чтобы узнать, что изменилось за год, как отработала наша техника и задать другие вопросы по гранту. Поехали! Сергей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас снова видеть. Долго мы с вами встречались. Сергей Владимирович, подскажите, пожалуйста, что изменилось за этот год? Удалось ли вам увеличить дойное стадо, посеять зерновые? Год у нас прошел очень так насыщенно. Было много нового и интересного. От освоения гранта до освоения нового участка. Гранты все хорошо, все освоили. Освоение – это была закупка техники и увеличение поголовья с дойного стада. Технику закупили, вы нам в этом очень помогли. И коров под конец года все же тоже закупили, как и планировалось. На остаток грантовских денег там докупили 8 коров. И коров покупали стельных. И в моем хозяйстве уже эти 8 коров принесли 8 телят. Мы напомним, было 4 в прошлом году. Эту 8 купили, они принесли еще 8, уже 20 голов. Увеличились в 5 раз. Хороший старт. То есть это довольно-таки неплохо. Ну а что еще? А по зерновым начали заниматься? По зерновым в связи с насыщенностью подготовили, пока землю в этом году не сеяли. Вот у меня то, что было готово, мы посеяли траву. Вот трава – это костер и люцерна. Вот, то есть сейчас сенокос идет в полном разгаре. Не получилось нам на съемку выехать. На большие участки, вот, там уже все убрали. Убрали, закатали, свозили. Вот, и также тут погода не позволила, ну, погода, обстоятельства. Планировалось заготовить сенаж. Вот, для этого брался обмотчик у вас. Вот, ну, тут не сложилось. Пока что вот с первым укосом не сложилось. Ну, это же не последний укос. Это не последний укос. Я на это все же рассчитываю. Вот, в этом году заготовить еще сенаж. Вот, а так пока все пошло на сену. А как отработала техника? Напомню, вы у нас покупали трактор, погрузчик, грабли, пресс-подборщик, обмотчик и косилку. Техника зарекомендовала себе очень хорошо. Сейчас можно наблюдать, стоит трактор, погрузчик и виллы для перевозки рулонов, также вот грабли. Ну, сенокос вообще начался с кошения. Это косилка, косилка КДН-210. Вот, выехали, зацепили, отрегулировали, выехали. Вообще все безупречно. Кошения, никаких, никаких-то ни прокосов, ни скошенных там участков вообще нет. То есть, как она очень хорошо себя зарекомендовала. А вот пресс-подборщик, вы вот в прошлом году же тоже успели еще использовать. В этом году уже... Пресс, грабли было уже в том... Качество прессования. В том году качество прессования тут... Ну, тут ни у кого нет такого. То есть, у вас лучше. Вот, вот именно качество прессования просто бомба. Потому что приезжают, мне помогают перевозить рулоны. Вот, и люди также ко мне приезжают смотреть, как дела ведутся. Вот, они подходят к рулону. В рулон не то, что руку не проткнешь, палец не воткнешь туда. В общем, вот очень плотный. Сам рулон получается не самый большой, там, а 155 рулон получается. А масса рулона вот на сене, выход идет вот 500-600 килограмм вес рулона. Хорошо. А грабли вот как себя зарекомендовала? Грабли вот для... Ну, они для большой территории. То есть, выезжая на гектары, конечно, оборачиваясь назад, видишь сразу результат работы. И очень приятный захват и формирование волка регулируется сразу. Выставляешь под размер подборщика. И очень доволен. Сергей Владимирович, наше прошлое видео про грант, где вы нам давали интервью, набрало очень много просмотров, очень много комментариев. И как бы хотелось тоже наши подписчики задают очень много вопросов. Хотелось бы их и вам задать. Вот, один из них. А как долго вы ждали грант? Тут по времени вышло недолго. Тут роль сыграла. У нас коронавирус очень задержал весь этот процесс. Вот эта вот пандемия, закрытие всех организаций. Они притормозили. Планировался вообще конкурс. Весь сбор документов, я даже не помню, наверное, на весну, там, в районе мая, наверное. Не знаю, февраль, март, апрель. Апрель, май, наверное. Там сбор документов. И, соответственно, вся вот эта вот процедура комиссии, отбора, выдачи. Вот, но в связи с пандемией все, соответственно, все организации там закрылись, наверное, на месяц. Потом они... А, начался прием документов и работу остановили. Ушли все на карантин. Вот, и месяц никто не работал. Потом возобновили на две недели прием документов. И в эти две недели мы успели подать. Вот, и с момента подачи, то есть это июнь, июль. Вот, и... То есть вот в июне, наверное, подали. В июле вся вот эта вот процедура прошла, отбора. И в августе, наверное, мы... В августе вы технику привозили. Вот, и в августе мы, наверное, уже все получили. То есть пару месяцев, по факту. Ну, от подачи документа до начала реализации гранта, вот где-то два месяца. Я поняла. А изначально, когда вы подавали документы на грант, у вас уже КФХ было? Или вы его открывали в процессе подачи? Когда планировалось, там открытие КФХ дает дополнительные баллы. То есть можно пройти без КФХ, без ИП, вот, ИП КФХ. Вот, но открытая ИП КФХ дает дополнительные баллы. Вот, и они, конечно, лишними не бывают. Вот, и когда идет конкурсная программа отбора, любой балл на счету. Вот, и, соответственно, уже при сборе документов мы открыли, зарегистрировали КФХ. Вот, и на конкурс уже пошел как индивидуальный предприниматель. Я поняла. А такой еще тоже вопрос от подписчиков. А какую технику из приобретенной вы ставили на учет? Ну, тут техника ставится, наверное, только та, которая требует регистрации. Это трактор, как сельхозмашина. А остальное идет прицепное навесное оборудование, оно регистрации никакой не требует. А вот при гранте, получении, плюсом при постановке на учет того же самого трактора спрашивали ли у вас корочку тракториста права? Ну, спрашивать не спрашивали. Эти документы я сам прикладывал. А прикладывал для чего? Для того, чтобы показать, что личное подсобное хозяйство уже велось. И вот это вот, там есть такой документ наличия производственных фондов. И в это наличие производственных фондов, конечно, я уже указывал, что имеется, уже на тот момент имелся старый трактор, имелся грузовой автомобиль. Ну, и, соответственно, прикладывал туда, какое прицепное навесное есть и какие животные были у меня на тот момент. А именно целенаправленно, требуется или не требуется, но подают и женщины, и как бы без какого-либо образования тракториста-машиниста. Вот, кстати, как раз, да, про образование тоже был вопрос. Вообще, нужно ли сельхозобразование для того, чтобы подать на грант? Я не думаю, что требуется какое-то, блин, специальное сельхозобразование. Тут идет наличие опыта, опыта работы в этой сфере. Это вот... Прямо вообще, да, учитывается, что... Конечно, конечно, там не то, что кем-то работали, а... Я также прикладывал справку о том, что в этой сфере являлся участником личного подсобного хозяйства уже более 10 лет. Вот, то есть это... А тут уже подразумевается то, что есть опыт работы с животными, по заготовке кормов. Все это идет, конечно, плюсом. Документы – это документами, которые собираются для подачи. А помимо документов, там еще идет комиссия, беседа с комиссией. И члены комиссии задают, соответственно, свои вопросы, и они смотрят, кто к ним пришел. Я поняла. Занимается этот человек или он пришел просто так... Личный опыт тоже учитывается. Конечно. А такой еще вопрос. Отчетность по гранту какая была? Как вы отчитывались? Отчетность по гранту идет... Ну, именно по гранту. Это в управление сельского хозяйства каждый квартал. По реализации гранта, по тому, какие достижения у нас. А что, как вы отчитываетесь, какие документы предоставляете? Что вы делаете? Там есть форма отчета. Это форма отчета для получателей гранта. И там основной момент – это соблюдение показателей, которые были заявлены в бизнес-плане. Я, как являюсь молочным производителем, у меня показатель – это два основных показателя. Это количество молока, надой и выручка. Вот. То есть, один из этих показателей должен быть выполнен по-любому. Вот. То есть, это либо надой, либо выручка. Я поняла. Соответственно, если показатели не выполняются, то... Ну, это чревато очень. А чем? Тем, то, что невыполнение соглашений может повлечь за собой отзыв гранта. Могут отозвать. Получается, в связи с тем, что все равно поголовье вы увеличили, хорошо так у вас... Вот. Поголовье увеличено, надой увеличено, реализация, в принципе, идет, и показатели выполняются. Ну, а реализацию все-таки нашли, да, куда вы, куда даете? Реализация, ну, опять же, объем сейчас не сильно большой. Большой объем, конечно, это на переработку на заводы. А маленький объем идет в продаже частного населения. Мы помним в прошлом году, да, с прошлого интервью, что пока там были только вы, рабочая сила. В этом году как-то получилось еще людей нанять дополнительно себе помощников? Да, было нанято два работника. Это оператор машинного доения и оператор по уходу за животными. То есть два человека, как по условиям, два рабочих места было создано и должны поддерживаться на протяжении выполнения бизнес-плана, то есть на протяжении пятилетки. А, ну, то есть, да, я помню, вы говорили, что два рабочих места вы должны создать, вы их создали. А вообще в будущем планируете еще как бы все-таки увеличивать? Это все будет зависеть от расширения нашего хозяйства. Так-то в перспективе, да, конечно, не помешало бы. Все же выезжая на заготовку кормов, имея технику и одному за рулем, как бы, проблематично. Вот, а тем более, если выезжать на заготовку сенажа, там оперативность, там, конечно, два тракториста будет, конечно, вру. А такой еще вопрос, ну, получается, по сути, вам за год, там, средства вот этот грант ожидаются, вы в течение года их должны, да, реализовать? Ну, не в течение года, там, в течение, я точно уже не помню, там, в течение 16-18 месяцев, наверное. Ну, почти полтора года дается на реализацию гранта. Вот, но мы реализовали, получается, декабрь, январь. В январе мы полностью вот закрыли. По сути, грубо говоря, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь за полгода вы... Ну, это да, с момента выдачи, с момента выдачи гранта, можно сказать, за полгода полностью реализовали. Я поняла, хорошо. Сергей Владимирович, спасибо вам большое, что согласились с нами снова встретиться. Видите, он настоящий. А то некоторые пишут комментарии. Спасибо вам большое. Там дальше будете расширяться, какая техника, с удовольствием вам поможем, там, запчасти техника, обращайтесь, всегда будем рады вам помочь. В завершении я хочу вас пригласить на наши площадки. У нас 23 филиала по России, и всю технику вы можете посмотреть, потрогать и купить, конечно же. Также, если у вас остались вопросы к нам или к Сергею Владимировичу, пишите комментарии, мы с удовольствием на них ответим. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик для того, чтобы получать первым новости в мире сельхозтехники. На этом все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!